Иисус ободрил, Иисус сказал, что я с вами до скончания этого мира. Говорит, идите, я с вами, я с вами. Это ободрение, это слово ободрение. Очень ярко для меня сейчас это прозвучало. Что бы ни было в этом мире, какая бы ни была скорбь в этом мире, Иисус говорит, мужайтесь, я победил. А вы во мне победители. Да, я с вами, вы во мне, я в вас. Это хорошее слово ободрение. Это лучшее слово ободрение в тяжелый период. Знаете, для этого и нужны слова ободрения. Для этого и нужны пророчества. 1 Коринфянам 14 глава, 22 стих, по-моему, говорится, что пророчества нужны верующим, а не неверующим. Зачем пророчества нужны? Чтобы ободрить верующих, напомнить то слово, которое Бог говорил, то слово, которое уже вложил в твой дух. Чтобы ты мог пройти период, чтобы ты мог не остановиться, не разочароваться и, знаете, как не разувериться даже. Потому что слово, оно будет тебя держать. Слово Божье, оно не изменится. И Бог не передумает в зависимости от обстоятельств. Никогда не передумает. Он не совершенствуется. Если он сказал слово, это слово, оно будет висеть над тобой, и пока ты им не будешь пользоваться. Когда ты будешь пользоваться, оно будет в тебе, оно оживет, и ты пройдешь. Пройдешь все ситуации, пройдешь все. Знаете, и сегодня как раз я хотел об этом сказать. О том, чтобы мы ревновали о духовных дарах. И Павел 14 главу к Коринфянам, 1 Коринфянам, он начинает с таких слов. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Интересно, что вся 13 глава, это глава о любви. Знаете, и любовь, она не только в том, чтобы плакать с плачущими. Тяжело человеку, ну, поплачем вместе. Болит что-то, ну, поплачем вместе. Тяжело, проходит какой-то период тяжелый, ну, поплачем вместе. Но Павел говорит, этого мало. Этого мало. Кроме как просто сожалеть и поддержать, и сказать, ну, держись, брат, ну, держись, сестра. Все прошли, и это пройдем. Ничто не вечно. Все меняется, и эта ситуация изменится, да. Но Павел, он идет глубже. И раньше не было поделено на главу. Павел, он перетекает из главы любви, и не было поделено на главу. Он продолжает, достигайте любви. То есть, все, что он говорил о любви, и дальше он делает такой итог. Достигайте любви. И как достичь любви? Вот как достичь совершенной любви? Он говорит, ревнуйте о дарах духовных. То есть, что такое ревность? Это страстное желание. Ревновать, страстно желать духовных даров. Особенно о том, чтобы пророчествовать. Потому что именно так ты можешь проявить любовь полноценно. Не просто рядом с плачущимся поплакать, но ты можешь в этот период, когда он плачет, когда у него болит, и он не слышит Бога, он слышит свою боль, он слышит свою нужду, он слышит свою ситуацию. И в этой ситуации он уже не открыт для того, чтобы услышать от Бога. Возможно, его уши будут открыты, что кто-то рядом услышит от Бога то слово, которое Бог ему же говорил и скажет. Тем самым, он будет пророчествовать ближнему своему, для того, чтобы его что сделать? Утвердить. Для увещевания, утверждения, утешения. Для того, чтобы снарядить его, заново снарядить. Потому что нам кажется, вот когда будет проблема, вот тогда я и буду Бога искать. В проблеме ты слышишь проблему. Ты слышишь боль своего тела. Тело кричит. Тело болит. В ситуации, когда все вокруг рушится, ты видишь, и вся эта буря, она кричит. И в это время очень сложно, как Иисус, заснуть в лодке. Среди шторма. Очень сложно. Это нужно уже быть настолько духовно зрелым, чтобы так смотреть, а, все падает, все рушится, а, волны тебя накрывают. И ты такой, ну я посплю, разбудите меня на том берегу. Нет, не будет его Иисус! Погибаем! Иисус, погибаем! Он даже не думал о том, что он погибает. Знаете почему? Потому что он услышал от Отца Слово, что они переправятся на ту сторону. И он на берегу им говорит, дорогие, переправимся на ту сторону. Даже это Слово есть, переправимся. И он ложится спать, потому что Слово переправимся у него и в духе, и в душе, и в теле, вокруг него. Все, он защищен Отцом Своим от всякой буря, от всяких ветров, от всяких цунами, что бы там ни было. Даже если, знаете, эта лодка там, как карусель вот эта в детстве там кружила, он бы все равно никуда не выпал. Потому что он в руках у Отца. Он знает, что он переправится. Ученики услышали Слово переправимся, но не услышали. Ученики, они настолько привыкли, что Иисус все порешает. Вот, дорогие, не всегда Иисус потом был с ними. Им нужно было самим сталкиваться с какими-то ситуациями. Но Дух Святой пришел для того, чтобы напомнить о всем том, что Иисус говорил. И Дух Святой помогал им. Дорогие, для чего нам нужны пророчества? Для чего нам нужно? Для того, чтобы мы могли любить друг друга, помогать друг другу, служить друг другу и ободрять друг друга тогда, когда ты уже не слышишь. Когда ты уже попал в эту суету. Ты понимаешь? Много разной суеты. Она прижимает. Хочется, знаете, я вспомнил, вот буквально недавно, вспомнил, как я там лет, не знаю, 12-15 назад мы эти грин-карты заполняли, да? Мне просто в компьютере попалась эта анкета. Я так хотел отсюда уехать, просто сбежать, просто сбежать с этой страны. Я что только не делал. Вы поймите. Но потом я словил Слово от Бога, и оно меня удержало. И я понимаю, что настолько бывает ситуация, и тебя прижимают. Ты хочешь просто сбежать из этого места, сбежать, и все. Тебе не важно куда, важно не остаться здесь. Но важно, Бог ли тебя ведет туда. Бог ли тебе сказал, если Бог тебя ведет в бурю, Он тебя проведет сквозь бурю. Если Богу нужно, Отцу нужно было, чтобы Иисус говорил слова какие-то народу, этот народ возмутился, взял камни, взял это, его привел к скале, хотел сбросить, написано. А Иисус прошел среди них, и никто его даже не тронул. Он стал невидим для них. Они сами в себе запутались, не нашли его. Иисус пошел делать свою миссию. Сквозь толпу прошел. Это сверхъестественно они не увидели. Бог сегодня, Он хочет ободрять каждого из нас. Он хочет помогать нам видеть невидимое, то слово, то утверждение, которое Он дает каждому. Чтобы мы стремились, страстно желали иметь духовные дары. Это важно. Это то, что удержит церковь в то время, когда будет еще больше проблем вокруг. Это то, что проведет сквозь кризисы, проведет сквозь бури, проведет через все обстоятельства. Слово Божье проведет тебя. Поэтому те пророчества, которые мы сегодня высвобождаем друг в друга, мы учимся. Мы учимся. Возможно, что-то еще не исполнилось. Возможно, что-то исполнится. Возможно, что-то ты уже прошел, ты говоришь, да, да, это было, я знаю. Но мы для того и тренируемся, мы для того и репетируем, для того, чтобы в какой-то момент это слово, оно могло тебя ободрить. Потому что ты не знаешь, где завтра ты будешь. Ты не знаешь, сколько еще разрешат собираться в торговом центре. Ты еще не знаешь, вообще не знаешь, что будет переживать этот мир. Но, натренировавшись, научившись и страстно желая духовных даров, ты будешь снаряжен Духом Божьим проходить и служить другим. Ты не только выживешь сам в этом океане событий, но ты и поможешь спастись другому. Потому что тот, кто не умеет плавать, не вздумай прыгать, спасать по своей жалости. Даже тот, кто умеет, он подплывет и подождет, пока тот обессилит, чтобы его потом подхватить и вытянуть на берег. Своя тактика есть. Необученные люди, они вдвоем на дно идут. Необученная церковь, она первая, знаете, на дно пойдет. О, так тяжело! Иисус говорит, надлежит всему быть еще больше. Ну, мужайтесь, я победил. Это реально. Нет, ну, если мы читаем все Слово Божие, не вырываем, знаете, я когда... Я когда в 93-м году попал в церковь, попал в харизматическую церковь, я спрошу, а чем слово харизмата отличается от других? Говорит, харизма, харизмата это слово харизма. Что значит дары? Что значит полнота? Мы в полноте Божьей, мы в дарах Божьих. То есть все дары Духа Святого здесь. И это меня зажгло, реально это меня ободрило, потому что в мире, ну, ты не можешь просто так вот сверхъестественно двигаться, если там какой-то демонический портал не открыт. А здесь божественный, по благодати, даром. Слушайте, даром получили, даром раздавайте. И исцеление, чудеса, знамения, пророчества, все это, знаете, в преизбытке. А потом как-то оно все так как-то, ну, не все исцеляются, ну, не все пророки, ну, не все там, знаете, и так как-то оно все так умолилось. И такой смотришь и спрашиваешь, а чем отличается харизматическая церковь от другой? Ну, так это харизмата, они громко хлопают, громко поют и высоко прыгают. А, так это единственное отличие. Единственный дар, громко покричать, громко попрыгать. И все, и все, потому что уже куча аргументов. Вместо даров духовных, психология какая-то, тренинги, прокачка какая-то. Бог, а где ты? И я хочу, чтобы вы сегодня нырнули в глубину и страстно желали даров духовных. Потому что, Павел говорит, без этого вы не научитесь любить. Вы не в полноте можете любить ближнего. Потому что послужить можно не просто поплакать с плачущим. Послужить можно на духовном уровне, где человека вывести из этого шторма, вывести из этой ситуации, показать, что есть Слово, которое Бог имеет для тебя, что Бог говорит тебе. Потому что пророчество, оно дает тебе силу пройти. Вы даже не представляете, сколько раз я думал останавливаться. Я думаю, Господь, знаете, у меня вопрос был, как у Павла, не напрасно ли я трудился? В этого вкладывали, а, ну, спасибо, ушел. В этого вкладывали, спасибо, ушел. В этого вкладывали, спасибо, ушел. Кому играть? Некому. Кому ходить евангелизировать? Некому. Кому петь? Слава Богу. Я люблю вас. Ваше место есть. Я такой, Господь, наверное, пора. Когда Бог начинал, я говорил, закончишь я первый, и все это сверну, это вообще не проблема, есть чем заниматься. И на одной из молитв тишины, вот реально тишины, вот недельная молитва, когда мы погружались в атмосферу Бога, и Бог говорит в сердце, даже если это никому не надо, это тебе надо. Потому что это для тебя надо, потому что ты не знаешь, куда завтра я пошлю тебя. Я такой, Господь, оказывается, если я еще здесь, значит, это нужно для меня. Даже если это никому не надо. Даже если никто не будет играть, даже если никто не будет петь, никто не будет евангелизировать, пророчествовать, в дарах двигаться, просто будут приходить тысячу лет, сидеть и слушать. Я говорю, Господь, спасибо тебе за Твое Слово, это мне надо. Вы представляете, я просто в этот вечер, я такое утешение получил. Именно в тот момент, когда все утихает, и ты можешь услышать Бога, это Слово ложится в сердце твое. Знаете, интересно, в прошлый раз мы тут друг другу пророчествовали, я ходил, молился, там где-то что-то подсказывал, вот, и потом вижу, все классно идет, подсел там к одной группе. Так вот реально, они пророчествовали мне, они мне считали, ну вот сто процентов, сто процентов попадания. Я потом отошел, все записал. Реально, каждый что-то говорил сто процентов. Я говорю даже, одно из этих слов, говорю, Джефф Дженсен мне говорил в аэропорту. Слово, которое не со сцены говорилось. Сажу его на самолет, и он поворачивается и говорит пророчество. И вот здесь, это пророчество раз, опять всплыло. Человек, который вообще не знает, не слышал. И я говорю, Господь, спасибо тебе. Это слово ободрение, потому что это именно то, что нам нужно для того, чтобы жить в этом в разные сезоны. Смотрите, интересно, Давид, он получает пророчество, что он будет царем, когда он еще не царь. Он получает задолго, получает пророчество, он будет царем. Потом, когда он сталкивается с Голиафом, внутри него звучит голос Бога. Не голос Голиафа, не голос людей, не голос того царя, голос Бога внутри. И он пишет в Псалме 117, 6 стих. «Господь за меня не устрашусь, что сделает мне человек?» Понимаете? В ситуации сложной он слышит то, что Бог уже вложил в его сердце. 17 стих. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Что это? Это слово ободрение, потому что именно этим словом он жил. Одна война, он такой, «Господь, умру или не умру?» Вспомнил слово пророка, «Не умру, буду жить!» И он идет, воюет, и он не умирает. Смотрите, Давид прошел войны, не компьютерные. Знаете, это не компьютерная игра, кого-то побеждать. Ну, не прошел этот уровень. Это война физическая. Стрелы летают, копии летают. Ничем могли зарубать. Он прожил жизнь, воинствуя, настолько, что Бог говорит, «Знаешь, на руках твоих слишком много крови. Не построишь ты дом, сын твой построит». Смотрите, он прожил жизнь, воинствуя, в войнах, где какая-то шальная стрела могла его скосить в любое время. И он умер своей смертью. Он умер своей смертью, потому что он говорит, «Господь за меня! Не убоюсь!» Что сделает мне человек? «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни!» Это слово, которое держит тебя среди бурь. И это слово, которое пришло тогда, когда ты даже в этом не нуждался. Смотрите, интересно. Перед тем, как родился Иисус, много пророчеств было. Для Израиля столько пророчеств, что все должны были понять, что произошло, кто родился. Не все поняли, не все увидели, не все услышали, не все уразумели. Смотрите, даже Мария, она могла взбунтоваться и сказать, «Да вообще так дети не рождаются!» Это неправильно. Когда Иисус уже родился, приходят люди и говорят, Луки 2 глава 17 стих, 17-19 я прочитаю, «И увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем». 18 стих. «И все, слышавшие, дивились тому», то есть удивлялись, «Вау, вау, как классно, как классно, что рассказывали им пастухи». Знаете, это вот реакция. Кто-то может удивляться, и потом все. Ну, как бы, «Вау, классное слово!» И не записал, и не сохранил, и забыл, или не принял. Знаете, оно что-то, какую-то реакцию произвело, такой, «Вау, откуда ты знаешь?» Знаешь, или еще, какая-то реакция может быть. И 19 стих. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Младенец еще не сделал того, что он должен был сделать. Какие-то пастухи приходят и что-то рассказывают. Кто-то сидит, удивляется, а потом идет и занимается своими делами, а кто-то складывает, а кто-то сохраняет, кто-то записывает. Поэтому Бог и говорил, Аввакума, да, 2.1, 2.2, «Слушай, стань на страже, слушай, что Бог говорит внутри тебя, и запиши ведение, чтобы оно было перед глазами твоими, ясно, чтобы читающий мог прочитать хорошо, ясно». Это то Слово, которое мы должны сокрыть внутри. Сокрыть внутри. Это то Слово, которое тебя удержит, ободрит, которое тебя проведет. Слово Божье Иосифа испытало, и Слово Божье Иосифа провело. Слово Божье его вывело через всякий ров, через всякую темницу, через всякие проблемы, клевету. Иосифу вывело его Слово Божье, которое он когда-то увидел. Я говорю, Слово Божье, это может быть видение. Иосиф сон увидел. И все, этот сон, он его спас. Если бы он разочаровался в той же яме, не было будущего. Если бы он разочаровался в темнице, не было будущего. Бог его предназначил, чтобы он был, занимал определенное место, определенную позицию в обществе, для того, чтобы потом послужить народу своему. Не было бы тогда Иосифа, народ бы с голода умер. Вряд ли фараон просто так другую страну бы кормил. А так, родственник, друг фараона, второй после фараона. Вот это связи. И все, и перебираются в Египет, переживают нормально голод. Это слово, которое хранит Иосифа. Это слово, которое послужило. Вот вам, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Любовь Иосифа к ближним своим, к братьям своим. Не гнев, не непрощение. Это они уже думали, что он их казнит. Говорит, нет. То, что вы помышляли мне во зло, Бог обратил во благо. Приходите и ешьте. И что это? Это любовь. Это любовь, которая в 13 главе, до всех этих даров, до всех даров, которые в 14 главе Павел пишет, это любовь, которая все покрывает, которая все прощает, который не ищет зла. Это та любовь, которая проявилась в действии. Приходите и кушайте за моим столом, потому что мне отец накрыл большой стол. И весь Египет теперь поклоняется мне. Вы представляете? Это то слово, которое он сокрыл в себе. Тот сон, который он сокрыл в себе. Может быть, и не вовремя рассказал? Не все откровения ты должен рассказывать. Не все пророчества о себе ты должен говорить людям. А то увидят, слишком цветная одежда на тебе. Слишком ярко выглядишь. Надо раздеть тебя. Поэтому сокрой в сердце своем слово, которое Бог имеет. Сокрой в сердце своем. Слагай это. То, что говорил тебе Бог. То, что говорит тебе Бог. То, что будет говорить тебе Бог. Бог не молчит. Он говорит. Солнце светит всегда. Аллилуйя. И ты пройдешь все. И все преодолевше ты устоишь. Все преодолевше ты выйдешь победителем. Но важно, чтобы это слово, оно материализовалось. Из невидимого стало видимым. И только Бог способен. Бог, творящий из невидимого в видимое. Если ты начнешь творить, творение рук человеческих, вытворять, позволь Богу. Бог бодрствует. Смотрите, в Исаии написано, как дождь идет с неба и не возвращается обратно, пока не принесет плоды. Дождь приходит для чего-то. Плоды взращиваются. Слово Божье приходит. Важно научиться видеть и слышать. Во всем научись видеть и слышать. Бог говорит. И это слово, которое тебя сегодня будет держать. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok